Бакси Ньюс ФМ На его месте я бы использовал свое телосложение в начале поединка, как это сделал Дерек Чесора, который сразу же начал применять с Усиком свои габариты. Вы видели, что Усик был как перепуганный кролик, это его ошарашило. Нужно сделать все возможное, чтобы ринг был маленьким. Он не может быть меньше 5,5 метра. Но надо максимально приблизиться к этому. Нужно убедиться, что ты не предоставишь Усику пространство. Надо останавливать его, быстро атаковать и комбинировать, потому что ты заденешь его не первым. А вторым и третьим ударом. Я думаю, что в начале боя Джошуа попытается быть слишком рассудительным. Если он это сделает, то может оказаться позади после 4-5 раундов. Но затем ему нужно будет прикусить капу и достать Усика. Мне кажется, что он остановит Александра в поздних раундах с 8 по 10. Усик тот же боец, которым был в первом тяжелом весе. Просто ему не хватает габаритов. Эвандер Холифилд это другая порода. Даже Дэвид Хэй не был таким, как он. Хэй обладал мощью, но у него не было физики. Поэтому его тело начало давать сбои, и ему приходилось сниматься с боев, так как Дэвид не был прирожденным супертяжеловесом. С Усиком та же ситуация. Он убил плечо, у него следует травма за травмой. Когда ты спаррингуешь супертяжеловесами, это совсем другое. Это как таскать на себе цемент и идти вперед. Твое тело сломается. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Бэлью предупредил Энтони Джошуа об опасности, исходящей от его следующего соперника Александра Усика. Усик бьет достаточно тяжело, чтобы отправить меня на канвас. Он особенный, лучший боец, с которым я дрался. У него идеальная техника. Этот парень заставляет людей выглядеть смешно. Его работа ног находится на другом уровне. Он фантастичен, феноменально одарен во всем, что делает. Никто не перебоксирует этого парня, даже Фьюри. Чисто из-за того, что его ноги настолько хороши, что Тайсон немного растеряется. Если Джошуа позволит создать слишком большой зазор, то Усик может выйти сухим из воды, он большая и опасная угроза. Просто подумайте о его технических способностях и том, на что он способен на боксерском ринге. Спарринг-партнер Энтони Джошуа, немец Шакран Парвани оценил шансы украинца Александра Усика в бою с британцем. По мнению Шакрана, в поздних раундах у Александра не останется сил и Энтони победит досрочно. У меня примерно такой же стиль, как и у Усика. Я много работаю ногами. Я ловкий парень и много двигаюсь. Усик тоже ловкий парень, но он не панчер. Я видел его выступление вживую в бою с Марко Хуком. Он очень хорош. Его IQ очень высок. Я его высоко оцениваю. Но у Александра нет силы. Думаю, бой закончится в 10 или 11 раунде. Просто у Усика не останется сил драться и Джошуа его сломает.